и Денис Казанский Капитан, Дим. Начну с самого главного. Наш сегодняшний гость – это для меня пример, каким должен быть вообще капитан в идеале. Виктор Савельевич Ановко. Добрый день. Добрый. Здрасьте, Александр. Правда, но у меня сохранились все мои впечатления. Детский, получается, 18 лет был, когда я на «Симпионат в мир» попал. Один пример приведу, просто как... Офигел. В общем, мы сидим с Аней Киржаковым, ну, в мире так что-то там тусуемся, тусуемся, спокойненько. Сидите, тусуйтесь. Ну, что там еще можно было делать? В бару на сборах. Месяц. И заходит Виктор Савельевич. Никого не трогает. И разносит всем над спонсором LG. Мобильный телефон LG. Ну, даже администраторы носить. А он к каждому пришел, вот нам тут выделили. И я такой просто был в шоке, честно говоря. Вот такой должен быть капитан, да? Нет, это пример, пример, пример. Это просто пример. Помню молодых этих ребят. Вы помните, как они появились? Ну, конечно. Киржаков, Сычев, Аршавин. То есть это ребята приехали первый раз на сборы. Было... Ну, как обычно, молодые приезжают. Немножко тушуются, немножко стесняются. И я всегда любил поддержать. Не важно, молодой или там новый футболист приезжает. Всегда мне нравилось поддержать, чтобы они быстрее влились в коллектив, быстрее адаптировались, чтобы приносили пользу. Потому что я был сам такой же молодой. Я был в окружении больших звезд, больших футболистов Советского Союза. Когда еще была Заря, Луганск. Тогда еще Варшаврад был, правда. Был Луганск, Варшаврад, сейчас Луганск опять. Шахтер, Донецк, Дедама, Киев. То есть я был в окружении ветеранов, больших футболистов. И я чувствовал многие приятные вещи от них. Научился этим вещам. Ну, было все, конечно. Было и пихали. Ну, никогда не оскорбляли. Было все в рабочем, правильном режиме. Воспитание было. Ну, что такое взять под опеку? Потому что сложно представить, что Варшаврад... О дедовщине мы еще поговорим. О дедовщине мы еще поговорим. Они вот как-то так вот прям тушуются. Мне кажется, что они очень наглое приехали. Вы же не будете их за руку водить в столовую? Нет, нет. Это только на поле. Это только... Бывало не получается, если там... Я не любил пихать. Я любил... Я смотрю, он молодой выкладывается. Пашет. Но у него не получается. Сейчас бывают пихают. У него не получается. Бывает... Ну, у меня было тоже не у меня лично. Я видел, как начинают пихать им. Он еще тушуется еще хуже. Я вижу, что он... Если он не филонит. Если он не... Ноги не убирает. То, наоборот, надо помочь ему. Чтобы он быстрее адаптировался. И не придушить его вообще, чтобы он растворился. В этом плане. А столовая, конечно, они там сами. Группы у них. Они молодые-то. С каждым поколением они все умней становятся. Все-все больше знают, чем ветераны. Но, Виктор Савич, твои коллеги по тогдашней сборной были другого мнения насчет пихача, конечно. Валерий Георгиевич, Александр Владимирович. Раздавали там так. Ну, расскажи. Это интересно же. Ну, как тебе Карпин пихал? Как Черданцева пихал, мы знаем. Потерял мяч? Ну, нет. Потерял мяч, обрезал. Там все побежали назад. И ты потом получаешь нелицеприятное запикивание. Ну, конечно. Конечно. Ну, это необходимо тоже. Должен быть баланс. Должен быть. Не могут быть все такие вот, не пихуны такие, а должны быть, которые... Не, ну, это было как бы по делу. По делу. Ты понимал. Ну, естественно, тебе неприятно. Ты молодой. Уделился на них. Но зато все было по-честному. Что мы сегодня пробуем? Сегодня у нас погода такая не очень приятная. И как раз будет в тему красный чай. Согревающий. Золотые ключи из провинции Уишань. Это красный чай. Очень вкусный, интересный. И... Кстати, надо сказать, что... цель в теме. Пока мы ждали, да. Я люблю чай, люблю церемонии чайные. И это опять же благодаря футболу, благодаря тому, что мне повезло посетить Японию, Китай. И мне показали, объяснили, где я научился. Где я привез много приспособлений для чайных церемоний. И потом много лет угощал родных, друзей у себя в квартире. Я всегда любил выставлять все эти чайнички, кружечки, деревянные подставочки, куда сливать. Вот как вот... То есть вы там тоже льете, да? Да. Там немножко попроще, конечно, у меня. Это же здесь нет, что ли? Это слив. Это культура, это история. Как, наверное, в любой страны у нас тоже много есть культуры, истории. Так вот и в Китае, в Японии. Удивительно, что... Удивительно, что Леонид Слуцкий возил команду ЦСКА на сборы в Китай. Представляешь? Леонид Слуцкий, я даже не помню. Вот. И для обогащения, в том числе культурного. Насчет футбольной составляющей мы с советующим поговорили. Ну, там есть вопросы. К Леонидовичу? Нет. Как организации. Но то, что это было интересно, познавательно. Да, это было в рамках дружбы Китая с Россией. Это нас пригласили. Там был турнир, там были сборы у нас. И мы поехали с ЦСКА в Китай на сборы и сыграть пару игр. Даже не пару, три играли. И мы были в Пекине, были в Шанхае. Забыл город на юге. Очень хороший город, чайный город. Там было, Пекин был очень такой загрязненный. Как будто туман стоит там целый год. Нет, не видно небо, солнце. А вот на юге мы приехали, там было великолепно. И мы провели сборы, сыграли игры. Ну, Леонид Викторович, он такой человек и тренер. Он любит развиваться, он любит культуру, он любит театры, любит музыку, КВН. И он всегда использовал моменты, чтобы мы тоже в Китае поехали посмотрели храмы, поехали посмотрели культуру, поехали посмотрели на реке катались, нам рассказывали. В Петербург уехали на сборы, когда в Москве были пожары, давно тоже. Тут горело всё. Мы поехали в Питер на сборы на неделю. Мы там тоже ездили по каналам, смотрели, ходили по музеям. То есть это незабываемо. И Леонид Викторович любит такие моменты, когда мы, находясь на сборах, на первом месте всегда футбол. На втором культура. Да, культура. Это всё он в этом плане доносил до команды. Это была не обязаловка, это было по желанию, но практически все ездили в Китай. Особенно там тяжело было, потому что ещё часовой поезд был. Но мы приехали, адаптировались, в посольство ездили, нас принимали прекрасно. И вот там вот мы познакомились, я познакомился с чаем. Там я видел первый раз, как едят скорпионов, жуков прямо на рынке. То есть я пошёл на рынок с Паулино Гранер, как вот тренер по физплатурке. И я увидел рынок, идёшь и там продают всё. Мышь летучие. Да, едят всё. И мне удивило, вот делают маленькие шашлычки, такие палочки деревянные, одевают туда всяких насекомых. И они живые, шевелятся. Их в масло горячее. Раз, как вот, на, кушай. И это, ну, просто незабываемый. Там вот я первый раз пошёл покупать чай в магазин, и нас посадили с Паулино также вот за стол. И нам показали чайную церемонию. Мы попили чаю, купили чаю. И у меня до сих пор я привёз только чай из Китая, что у меня до сих пор, вот, уже прошло сколько, больше десяти лет. Дома в Москве здесь ещё семь видов чая стоит разного. К нынешним реалиям, да? Я тут фотографию одну увидел в Инстаграме. Ведрен Чарлука. Да. Интересно, выставил, да? Видели, Савельич? Ну, я не видел, я читал давно, он Чарлука там писал. Да, он выставил фольку. Да, быстро за одного молодого футболиста. Максима Мухина, да, и подписал, что это второе «Онопка». Новое «Онопка». Второго не может быть, новый. Ну, черлука. Ну, интересно. Пусть я видел, что он локомотивский. Да, вы к знакомому, какой признак. Мне приятно, что он вспомнил, да, он может быть, ну, конечно, моложе намного меня. Он и моложе меня. И моложе тебя, тем более, да. Вот, и, конечно, Хорватия, у нас, ну, в ЦСК Влашич Хорват, сборная Хорватия работает. Вот, я во Вьедо играл, тоже хорваты были. И сборная Хорватия работает один селекционер тоже из Хорватии, с кем я играл во Вьедо еще. Вот, и, ну, неприятно, что он вспомнил, потому что нынешняя молодежь не часто вспоминает. И, бывает, спрашиваешь там, кто такой Пелли, они не знают, кто такой Гаврилов или кто такой Стрицов. Они даже не знают, к сожалению, вот. А, так приятно, что. Ну, конечно. А самый такой дикий случай, вот нам Акинфеев рассказывал, или Вася Березуцкий. Кто-то из них, кто у нас был. А, про автобус, как в автобусе ехали? Нет, тоже спрашивал, кто такой Карвалью, и там, ребята, вообще не понимаешь. Да, да, Акинфеев спрашивал, да, Акинфеев спрашивал у Карпова. Да, точно, Акинфееву Карвалью. Да, вот, и он сказал, что не знает, но потом ему, видно, кто-то подсказал. Наверное, певец какой-то, да? И он сказал, что он потом переиграл, все, молодец. Ну, а вы сами в СССР сталкивались с таким, ну, вот, просто конкретно. Ну, да, да, было, конечно. Раньше еще тоже, я помню, ну, не только за футболистов, а, опять же такие, Леонид Викторович Слуцкий любил тоже там, ну, не только ему там, не только за футбол, а бывало, спрашиваешь там, ну, за певцов, за актеров, за фильм, например, там, фильм, там, видел, там, Ирония судьбы с легким паром, или там, Афоня, или такие фильмы там, ну, Классик, классику, да. И, ну, некоторые ребята, конечно, знают, говорят там, а некоторые даже, ну, не знают. Ну, это для них тяжело, потому что большинство, конечно, знают, знают, и... А были ребята, которые, да, знают, кто такой, там, не знаю, даже, вот, пример, Карвалю, да, или там, Красич, или там, Олич, да, ну, недавно все было. Неудивленно тому, потому что современный мир, жизнь вообще меняется очень быстрыми темпами, и я просто вижу, как мои дети развиваются, ну, мы их там учим, даем, мы ей, ну, погоди, с собой брали диски, кассеты, так, дисков не было, кассеты, чтоб они смотрели мультфильмы, фильмы, и азбуку, чтоб учили все, ну, как раньше это все было. Ну, сейчас, ну, странно это, потому что это история. Ну, погоди, не смотрят, азбуку не читают, получается, да? Все, приговорили сейчас, ну, да, нынешнее поколение, прям кошмар какой-то. Лысина – это ваш бренд? Когда она появилась, вы комплексовали по этому поводу или нет, что-то пытались сделать? Да, это было, наверное, после 24-25 лет, и у меня даже, может, чуть раньше. Прям такая лысина была, наверное, чуть позже, а начали волосы выпадать 23-22. И вначале, да, я даже, там, и шампуни, и массажи, там, и щетки всякие. Мне там, у меня началось еще раньше, да, в Киеве, в Динамо Киеве, но у меня как оно? Я заметил, что выпадает, я там проходил службу, и я еще думал, может, из-за Чернобыля, потому что там случилась авария в Чернобыле как раз в это время, но это вряд ли. А вы рядом где-то служили, да? В Динамо Киеве, я был в дугле Динамо Киева, вот, и год я служил, меня скрывали в Шахтере, тогда можно было скрывать, как бы, чтобы никто не знал. Мы узнали, потом по приказу дали, забрали в Киеве. И вот у меня там началось в Киеве уже чуть-чуть. У меня было, да, немножко в начале, так, ну как же так, как же так. Но у меня отец тоже лысый, да, брат нет, брат в маму, он не лысый. И потом, когда у меня, когда я женился, когда у меня появились дети, и я понял, что без волос лучше жить-то вообще. Не надо шампунь, не надо, там, парикмахер. Я сам себя стрягу, сам себя. И, ну, все поменялось. И я где-то уже в лет, ну, в объедах. У меня уже лысый такой, ну, волосы были 25, наверное, 27 уже, да, уже так уже окончательно все начало уходить, смываться. Дим, я предлагаю продолжить нашу рубрику, которая называется «Сложный футбол», где мы пытаемся с тобой объяснить термины. Футбольные, комментаторские, ну, в общем, наша жизнь, наша профессия. Это очень круто и очень зашло, мне кажется. Ну да, поехали, тем более это обсуждается, давай, приступаем. Ну, давай объясним, почему мы не в чайной. Да, это очень важно, потому что, действительно, мы все-таки взяли такой хороший темп. Тьфу, а то когда пауза затянувшаяся у нас была, а здесь мы уже один отсняли, впереди у нас еще один гость, между выпусками мы встречаемся, чтобы обсудить, что пошло так, что пошло не так, куда развиваться, вот поэтому мы и здесь. Ну, гости что надо, мощные, так что давай. Ну, хорошо, да, будет бомба, будет бомба. Пока давайте к этой рубрике вернемся. В прошлый раз мы обсуждали, что такое перегореть, и не настроиться должным образом. Да, сейчас давай немножко поменяем. Ну, с этим мы вроде разобрались, но сегодня давай в сторону комментаторского искусства двинемся. И есть один штамп, который мне интересно было бы у тебя спросить. Комментаторский стиль. Что это такое, с чем это едят? Поистине, расскажи. Ну, это как раз и есть индивидуальность. То есть, есть момент тембра голоса, да, по нему ты можешь совершенно спокойно там узнать Кирилла Дементьева, например, с его уникальным тембром, отличить его от меня, там, от... Снякина Нагучева, наверное, нет, потому что их все путают, поэтому их оставят в покое. Но, опять же, это голосовая какая-то ситуация. Но есть действительно понятие стиль. Это как ты, если просто говорить, как ты складываешь слова в предложения. И вот в этом как раз и есть уникальность уже разных комментаторов. Есть понятие стиль в общем, да, например, стиль советской школы комментария, стиль новой школы к законодателям, которой был Вася и Уткин и Юра Розенов. И есть индивидуальный стиль. Это как раз уже вот твоя абсолютная история. И если мы, например, возьмем и переложим текст, переложим устную речь в текст, то, я уверен, те люди, которые следят за футболом, очень легко отличат Шмурнова, например, от меня, Черданцева, от Генича. И все очень легко идентифицируют Юрия Розенова. Штука в том, что, ну вот, чем быстрее это сделаешь, ну, как мне кажется, да, тем, ну, ярче, ярче комментатор. И вот этот комментаторский стиль, это как раз и есть индивидуальность. Умножая на тембр, это и получаются такие звезды, какими являются в моей профессии Вася и Юрий Альбертович. Поэтому, ну, я вот так это ответил. Умение складывать слова в предложения. И неповторимый тембр, то, что дает природа. Но никаких копий. Все копируют. И ты знаешь, ну, вот смотри, ты как футболист, у тебя же есть какой-то ориентир в твоей профессии, тебе нравится какой-то игрок, ты хочешь быть на него похожим. Это нормально. Через какое-то время ты уже становишься взрослее, и ты понимаешь, что вот он, я нашел свой собственный неповторимый стиль, я стал Сычевым. А до этого, я не знаю, кем ты хотел быть. Но есть какие-то основы, и ты добавляешь сюда индивидуальность, правильно? Разумеется. И, опять же, и в моей профессии то же самое. Есть, все хотят быть похожим на кого-то в начале пути. Я хотел бы, чтобы вот так же вот говорить, как Розенов. Я хотел бы так же там быть с эмоциями, как там Чурданцев. Ну, условно. Да? А потом с течением времени ты становишься уже самим собой. Вопрос, как быстро это произойдет, и насколько ты будешь органичен в репортаже. Поэтому, значит, я уверен, что все начинают с копирования кого-то, а потом уже как-то появляется индивидуальность, и появляется комментаторский стиль. Дим, а вот у меня вопрос по поводу термина «лидер раздевалки». Вот лидер мнений я примерно могу понять. А что такое лидер раздевалки? И особенно если вот часто тренер говорит, нам не хватает лидеров раздевалки. Вроде бы есть опытные игроки, но вот что происходит за этими закрытыми дверями? Ну, это вообще очень интересно, тем более в данном контексте, в данное наше современное время. Потому что этот термин совсем недавно вошел в наш обиход. Потому что раньше такого не было вообще. Я, например, первый раз услышал это в НХЛ. Ну, они давно уже опережают нас во всем, и в этом плане тоже. Но если взять контекст футбола, лидер раздевалки, это в идеале берем. Если у тебя человек показывает уровень высокий на поле, и, естественно, непререкаемый авторитет в раздевалке. Вот это называется в идеальном положении. Но бывает человек, который опытный, провел долгое время в клубе, верой и правдой служил, но реалии такие, что сейчас он не может выходить все 90 минут, все игры в сезоне. Но является непререкаемым авторитетом в раздевалке. Но это же вопрос харизмы. Потому что, смотри, я, например, не могу представить Юрия Жиркова лидером в раздевалке. Характер играет роль, но это уже зависит от нюансов. Потому что, в любом случае, проводник между тренером и командой должен быть, если команда хочет быть успешной. Как это у тебя не было? Неужели, например, босса нельзя было назвать лидером в раздевалке? Там одни лидеры были. Ласьков, Пашинин, Маминов. То есть, Юрий Павлович как бы не... Были авторитеты. То есть, лидер раздевалки немножко другой. Но это не тот человек, который перед выходом на поле делает речь последняя. Ну, нет, нет. У нас такого не было. У нас все речи только Юрий Павлович толкал. А ребята просто были настолько глубоко погружены в процесс, и у них авторитет, что мы их слушали с открытым ртом. Здесь немножко другая история. Лидер раздевалки – это когда сейчас появилось очень много легионеров, чтобы им объяснить, как, что, политику партии. То есть, нужен человек, которого будут все уважать, который будет пользоваться неприкасаемым авторитетом. Ты был лидером раздевалки? Ну, наверное, я как бы в сторону Юры Жиркова, наверное. Сидишь, молчишь? Ну, скромно, да. Ну, вот более-менее разобрались. В комментариях вы можете оставлять свои мысли по этому поводу. А сложный футбол с фразами и выражениями, которые вам еще не понятны, мы разберем в следующих выпусках. Пишите в комментариях, что вам интересно. А пока вернемся… К сказкам от Савельича. К байкам? Да, да. Действительно такая. Радио России. Сказки от Савельича. Бзды. Давайте поговорим о начале, Савельич. Чем запомнилась Луганщина, начало карьеры, вообще, как пришли в футбол? Ну, Луганск в то время был Варшлаврат. Да, его… Он изначально был Луганск, потом его переименовали. Был такой маршал Советского Союза Варшилов. И дали имя Варшлаврат. И, не знаю, я любил футбол с детства. Я любил мяч, я играл во дворе. Мне отец мяч подарил. То есть, я как-то влюбился в футбол и бегал. И мне сказали во дворе… И потом отец говорит, что есть школа такая. Ты можешь пойти записаться в школу и будешь заниматься. И я поехал. Отец меня привез, поставил там. И был просмотр, как обычно в детской школе. Там было много детей. И мне было 10 лет. Вот. И я провел тренировку. И меня оставили. И я начал заниматься футболом в школе в этой. То есть, с утра ездишь на автобусе. Сам встаешь. В 6 утра подъем. Поехал на тренировку. Тренировка. Вот. Школа потом. И потом прошло время, когда в Луганске, не только в Луганске, были спецклассы. То есть, была школа специализированная, где это было 6 или 7 класса, точно не помню. Где ты, у тебя специальное время для учебы. То есть, ты утром с 8, не раньше, с пол 8, кажется. Ну, короче, с 10 школа начинается. То есть, у всех обыкновенная школа, но там есть все возраста, спецкласс. Где футболисты и гимнастские девочки. То есть, утром ты трениру... Это для чего сделали? Чтобы мы могли тренироваться два раза в день. Утром тренировка. И с 10 школа. С 10 школа. И вечером опять тренировка. После 4. То есть, это была такая... И в Луганске еще был интернат. Очень хороший интернат. Кузница кадров. Да. Оттуда Юран. Оттуда Семак. Мородик. Я не знаю, оттуда или нет. Там много было футболистов тоже хороших. Но с Дюшор. Спортивная детская школа Олимпийской резервы. Это хорошая была. Оттуда тоже много. Полукаров. Заваров. Гомула. Игорь. Потом, когда я пошел в спецкласс, закончил школу. Хорошо закончили? Потому что спецкласс, я по себе знаю, это падение просто. Это тяжело. Но самое главное надо было... Это было поведение учителя. Я украинский сдал литературу. Литературу, язык на 5 украинский. Русский на 4 сдал. Ну, я все сдал. Получил диплом. Ну, физику на 5 вообще сдал. Историю на 5 сдал. Там самое главное было не хамить учителям. Слушать внимательно. И они входили в ситуацию. Они понимали, что они же это пацаны, девочки гимнастки тренируются. И делали скидку. То есть, дали среднее образование, диплом, выпускной парад, праздник. Там салют. Я помню это великолепно. Там это было нечто. И потом меня забрали в Донецк. Вернее, я еще поиграл немножко за Астахановец. Ну, в заре меня не оставили. Я играл за Астахановец. Не знаю почему. Может быть, заря не обратила внимание. Но меня забрали в Шахтер. Донецкий Шахтер. Меня посадили на поезд. И я приехал в Донецк. Меня встретил Король. Такой тренер. Это фамилия? Король, да. Вы так говорите? Король. Король Донецк вас встретил. Евгений Гриорьевич. Король. Он сейчас меня вспоминает. Мы общаемся с ним. Ну, подождите. Вы так перепрыгнулись? Да, очень резко. Потому что у нас, конечно, на подкасте тут скрывается криминальная история как раз из тех лет. Андрей Кончельский скрывал киоски для того, чтобы сигареты брать. Юран шапки у людей здесь сбивал. Что делали вы? Ну, у меня такого не было. У меня... Мы... Ну, мы как бы во дворе, да. Мы ели воробьев, скворцов. Это было. Зачем ели? Воробьев. Мы по чердакам бегали. Это выше вообще. Да, подождите, да. То есть вас вот эта вот фиговина в Китае не сильно удивляет, когда... Нет. Ели воробьев. Ну, расскажите. Курятина. Скворцы еще вкуснее. Ну, их тяжелее было поймать. А как выловили воробьев? С рогатки. Да. Это было... Ну, тогда модно было во дворах. Чем занимались? Футбол гоняли, по крышам бегали. Да, это было опасно. Кстати, вот сейчас думаю. Там крыши были такие покатые, да. И я один раз очень испугался, бежал и чуть не упал спятывать в сверху. Было очень страшно. А так в посадке по деревьям лазили. У нас там... Я жил на квартале Волково. Там балка, там лес. Шикарно там. Вот. И там речки, там лягушек ловили. Ели. Не ели, но так вот ловили и... Просто ловили. Вот святое. Надували их. Надували, да. Было надували. Это издевательство, да? Я этим не занимался, да. Это Greenpeace сейчас нас спросит. Да. Ваши друзья, да, кстати. Обычное, обычное советское детство. Да, детство было. Да, Лан, ты воробьев ел? Обычное советское. Естественно. У нас не было. Адроздов. У нас не было воробьев. У нас там голуби были. Вот голуби тоже горят вкусные, но вот скворцы... У воробьев легче всего было, как-то их много было. Их даже на чердаке загоняли, ловили. Но это старшие товарищи. И меня спас футбол, если честно. Я когда вот пошел заниматься уже серьезно, ну, спецкласс, то есть у меня не было времени даже с пацанами там. А пацаны просто на гитарах играли, старше становились. Ну, еще пошли в другую сторону, да? Пиво пили, пиво входили, да, они пошли в другую сторону. И многих потом забрали. Потом, когда армия Афганистан. Многие не вернулись, к сожалению, из Афганистана. Но мне повезло, потому что футбол мне дал все. Он меня защитил, он меня спас от многих вещей, которые... Ну, я анализирую просто моих тех пацанов, с кем я во дворе в Луганске, в Варшалараде. Проводил детство, мы играли там, немножечко играли. И делали такие самопальные ружья стреляли. То есть там, ну, рогатки. Рогатки-то вообще было. А были ружья тоже там с резиной. Заряжали пульки такие железные, которым можно было серьезно навредить. В кого же стреляли-то? Тоже воробьев, там, животных. Ну, как? Животных? Ну, я имею в виду, там, в котов стреляли. Но я не стрелял. Старший товарищ. Да, у него такое развлечение было. Ну, это, наверное, Савельич, надо сказать о влиянии родителей, которые привили все ценности. А чем они занимались? Они же не спортивные, насколько я знаю. Отец работал всю жизнь на... Он был строителем у меня. Работал каменщик на стройке. Потом заболел серьезно. Там холод всегда, зима строить. И пошел на завод имени Ленина работать. Военный завод. Он был на станке, вытачивал детали для вооружения. Ну, военный завод. А мама работала. Мама была экономистом. Она работала и бухгалтером столовой, и работала поваром столовой, и работала на кассе. Ну, в столовой все время в основном. Ну, больше повар, да, она была, и вот кассир. Вот. И мне родители приявили, естественно, самое главное это... Ну, образование мне дали, здоровье мне дали. И привили те ценности, которые за счет... Ну, ценности, семейные ценности, культуру, религию. Ну, потому что я... Когда маленький был, меня отправляли все время в Киев. Под Киевом, там есть такой город. Вернее, село Исааки, это Богуслав, недалеко от Богуслава. Я там проводил все лето, когда маленький был. Три месяца там был. Дедушка-бабушка там? Да, дедушка-бабушка. И там я футбол играл, там я плавать научился. А раз чуть не утонул, правда, ну... Помните этот день? Да, помню я. Ну, надо было переплыть там от одного камня до другого. Я не рассчитал силы и чудом, чудом доплыл. Ну, вот. И там, благодаря, я думаю, тому, что я занимался, бегал по посадкам, по деревьям лазил. Я заложил себя, не только я, а многие такие, как я, заложили базу функциональную, здоровье. Этого сейчас такого нет, сейчас другое все. И самое главное, мне дали жизнь мои родители. Дали путь, направление. И потом уже, как говорится, футбольный Бог помогал идти. Ну, король, как мы знаем теперь. Да, но мне был до этого Олег Реоргиевич Пилипенко, который, к сожалению, умер еще, будучи тренером. Это вот тренер, который меня воспитал, который дал. Он был, как второй отец мне. И это я запомнил, и помню, и буду всю жизнь помнить, потому что это очень важно, детский тренер. Который вложил любовь в футбол. Да. Самое главное, чтобы дети, да, которые сейчас занимаются, родители пытаются некоторые навязать им. Футбол нет, нельзя навязывать. Вы можете подсказать, направить, но ребенок должен сам. Это мое, я анализирую сейчас, как это все происходит. Не только здесь, но и в Испании. И надо, чтобы ребенок сам полюбил и хотел заниматься туда. Что-то может получиться. Ну, а сейчас это похоже на то, что для родителей ребенок это инструмент для безбедного существования финансового. То есть они заставляют его заниматься, а он не любит. Не любит, не хочет. И не только футбол. И в теннис отдают. И в хоккей отдают. Потому что они знают, где им, как кажется, легко зарабатывать деньги. Большие деньги в этих видах спорта. И они думают, что ребенок тоже будет сычевым, мостовым. Это нет хорошей жизни. Это нет хорошей жизни, но я от своего сына отдал маленького. Занимался. Повел его, привел. Он позанимался там. Маленький был. Позанимался два месяца, даже меньше. Я прихожу, спрашиваю, как он. Он балуется. Он балуется. Я его забрал. Он мне сам говорит, папа, это не мое. Я говорю, а чем ты хочешь заниматься? Плаванием. Все, я отвел в плавание. Он там занимался, плавал. Не добился ничего такого. Он занимался любимым делом. Зато он выучился, стал чуть ли не профессор экономики сейчас. Знание его. Он учился долго, получил магистратуру. Он не спортивный. Я его не заставлял, как спортивный человек, как футболист. Дочка, да. Дочка гимнастка. У меня она чемпионка Испании. На Олимпиаде выступала. Она за Испанию выступала. Она добилась многого. Но тоже рано закончил. Не сожалею. Интересно. Да. Давайте вернемся. К Воробьям тоже, да. И к Интернату, и к Сдюшор. Там же действительно масса должно быть историй, которые сейчас вообще не пойти, как такое могло произойти. Кстати, я вспоминаю эти игры, когда это был Сдюшор Заря. Раньше был турнир, да, на Украине, в России тоже турнир. И у нас в группе был интернат луганский, Сдюшор, Харьков, Днепропетровск, Запорожье. И там пять городов, и мы играли между собой в Сдюшор. И ездили и в Харьков, и в Запорожье, и между интернатом. Когда мы играли, Юран был, он же моего возраста, и мы играли друг против друга. И, кстати, история очень интересная. Юран пришел записываться в Сдюшор. Там, где я был. Пришел записываться. Провел тренировку две или три, не помню. И его не взяли. Вот его не взяли в мою группу. Тренер его не взял. И он пошел в интернат. И в интернат его взяли. И когда мы играли в Сдюшор против интерната, это нечто было. Что творил Юран. Мы с ним рубились там вообще. Он хотел просто нас порвать всех там. Ну, были разные результаты, да. Но были очень жесткие игры. Одна игра была на нашем поле, одна в интернате. Там интернат хороший в Луганске. Там громадный интернат. Там были не только футболисты, там борцы, боксеры, легкоатлеты. Ну, там громадный интернат. И туда не так-то легко было попасть. Потому что там они жили, учились. Их кормили там пять раз в день. Пять раз в день кормили. То есть это уровень такой был. Но тогда было хорошее финансирование. Потому что в Луганске хороший завод был параузостроительный. Самый большой в Европе. И Заря Луганская, которая была, кстати, чемпионом 72-го года. Чемпионом СССР. Это финансирование было все из этого завода. То есть и школа наша тоже с дюшер Олимпийского резерва. И интернаты, и все, и спортивные все. Это вкладывали очень-очень хорошие деньги. Но они там жили, получается. Интернат, значит, они там жили, а вы там вышли спокойно. У нас ничего такого не было. Да. Это было... Вот я вот хорошо запомнил, когда его не взяли. А вы видели этот момент, да? Конечно. Он пришел на тренировку. Мы тренировались с ним. Это, кстати, противостояние прошло сквозь года. И в секции, в которой сейчас мы играем в Лужниках, там пару раз Виктор Савельевич и Сергей Николаевич прямо закусились. Да. Мы рубились все время с ним. И в тренировках. Продолжайте. И когда его в Спартак вернулся, Юран тоже. Он помог очень сильно. И мы у нас с зарубой в сборной, мы когда были нападающие и защитник. В 94-м он был. Садырин в Америке. Да. В 92-м он был, да, в Швеции. Да, бывший вест-тренер был. Да. Да. У нас все время зарубы были. Вот. Ну, у него такой характер хорош. Мне такие нравятся футболисты. А вы же нападающие были тогда? Да. Я вообще был нападающий. Я вообще начинал как нападающий. И в сборной у Игнатьева был нападающий. СССР. Юношеская. В Саудовской Аравии, когда мы поехали, начали от мира. И до этого на сборах. Я был нападающий вообще. Ну, как вы объясните такую метаморфозу, как вот нападающим стать защитником? Ну, когда Сальков стал тренером олимпийской сборной, он переквалифицировал меня немножко. Он стал немножко, он увидел во мне защитника. И потом он предложил тоже Еремченко в Шахтере в Донецком. Чтобы он мне попробовал защитник. И Еремченко попробовал защитником. И пошло, пошло. И мне понравилось. Я стал играть защитником. Вот. И потом я играл и опорного полузащитника тоже. Много в Испании играл и опорного. И защитника бывало. Я играл в Испанию. По-разному было. Но мне с защитника очень понравилось играть. Вот. И когда я из Шахтера уехал в Спартак, да, я уже был уже защитником, как бы, ну, полноценным защитником. И, кстати, Никифоров тоже был нападающим. В частности, связка у вас. Да. Никифоров стал чемпионом мира с пискарем, чемпионом мира в Канаде, сборной СССР. Он был защитником. Ой, нападающим? Нападающим, чисто. Ему медаль пиле давал, вешал медаль, когда в Канаде. И руку ему жал. Он чисто нападающим был. И потом стал защитником. Удивительно, вообще. Чистым защитником, да. Как с такой пушкой можно было перевести в защиту? Так он, а какие голы он забивал в Никифоров-то в чемпионате России? Он вел, вел, обводил, с Антрополя бил и забивал. Штрафные кикал. А как подключался? Ну, раньше защитники и Хлистовк. Это тоже машина, который включался. И Мамедов. Это просто у Романцева не было такого. Ты, защитник, ты сидишь. Не. Романцева вперед, вперед, вперед. Атаковать, атаковать, атаковать. Только вперед. И защитники много забивали. Ну, очень много. Вы так уже краем коснулись. 86-й, когда Чернобыль был. Расскажите, как можно прятаться в армии в это время, в шахтере, будучи игроком Киева? Ну, сейчас это вообще в голову даже не придет. Да, ну, когда подходил срок службы у любого молодого человека, особенно футболиста. Если футболист талантливый, его договаривались с военной частью, где он принимал присягу и потом он служил. Он не служил. Он мог там быть неделю, две, месяц. Пройти курс молодого бойца. И потом, ну, делали скидку такую. И он тренировался. В армию забирали такие команды, как СКА, ЦСКА, Динамо. Эти команды, которые были связаны с армией, с милицией. Они могли, у них были хорошие связи, они могли отмазать от армии, образно говоря. И футболист проходил службу в этих командах. Ну, СКА, Ростов, СКА, Хабаровск, СКА, много. СКА, Киев была такая команда, Динамо, Киев. Ну, не самая лучшая перспектива проходить службу в СКА, Хабаровске. Если ты играешь... Сейчас Юран там проходит, нормально. Да. Юран проходил службу со мной в Динамо, Киеве, кстати. Его в часть отдавали. Да, за некоторые вещи. За какие вещи? Вот, и... За какие вещи он делал? Сейчас я расскажу, сейчас дойдем. И был Коньков-тренер в Шахтере. И пришел срок службы. Я принял присягу. И помню этот день. Было очень холодно. Я в военной форме, все с автоматом. Присяга. Меня повезли там, ну... Я замерз. Принял присягу и поехал в часть. В Донецке. В часть внутренних войска, внутри города. Я там был... Месяц точно я был там. Или даже больше. Вот. Меня оберегали там. Там были со мной тоже такие же, как я по возрасту. Но они борцы были. И они узнали, кто я футболист. И они меня оберегали. Они меня охраняли от... Дедов? Дедов, да. Да. А были нападки, да? Были. Пытались. Но они как увидели этих ребят, борцов, они сразу у них. То есть и я стоял в карауле, снег убирал, зарядки делали, там подъем, быстро одеть сапоги. Но я месяц, месяц точно служил, даже может и больше. И потом меня начали отпускать тренироваться. То есть меня сначала начали отпускать потихоньку домой из части, чтобы я там покупался. И потом меня начали отпускать на тренировки. И так я тренировался, прошел год. И как-то Динамо Киев узнала, что такое есть футболист. И его скрывают в Донецке, Коньков, от службы. И они дали приказ по Министерству обороны его служить в Киев. И меня посадили на пояс в военной форме. Отправили туда с мешком с этим. Я приезжаю в Киев, меня встречает на вокзале Котельников. Такой тренер был тоже. Он меня встречает, тренер. Он меня, кстати, издал, скорее всего. Потому что он был тренером сборной Украины. И он знал, что такой есть футболист. И он меня встретил. Мы поехали в часть военную. Я там военный билет. Меня как бы зарегистрировали в военной части. И все. И меня отвезли в общагу в Динамо Киев. Футбольная команда. Я приехал в общагу в военной форме. И на тренировку поехал военной форме. Да. Приезжаю на тренировку. Все. Тренировка. Провел тренировку. В Лобановский сидел. В Лобановский. А тогда был в дубле тренер Колотов. Виктор Колотов. Виктор Колотов. Виктор Колотов. Вот такой мужик. Колотов. Он видит меня. Говорит. Ты что это военной форме? Я говорю. Меня в часть забрали. Вернее. Я приехал только сегодня. Он говорит. Понятно. Поехали. Взял меня. Отвез к себе домой. Дал свитер. Дал куртку. У меня только были штаны и ботинки военные. Ну. Сапоги. Вернее. Говорит. Так. Езжай в Донецк. Переодевайся. Бери вещи, которые тебе нужны. И возвращайся. И он меня одел. Отправил. Я поехал в Донецк. Собрал сумку. Вернулся. Уже как бы в цивильное привез. И все. У меня. Я практически был полдня в Киеве в части. И все. Я даже туда не заходил. Угу. И так была у меня служба в Киеве. Там со мной служили и Кончельский, и Юра. Ну. Он говорил, что его 6 месяцев не забирали из части. Может быть. Да. Может быть. И Юран. И. 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 Там много там футболистов было. Очень. И Матвеев. И Беженар. И. Заяц Серега. И. Мороз. То есть. Там. Там футболисты были. И Шматоваленко. То есть. Ну. А Юран за что отправили? На тренировку не приехал. Там немножко. Нарушил. Нарушил. Да. Немножко. Он такой был. Такой. Азартный. Такой. Ну. Там не только он такой был. Там. Многие были в этой общаге. Там только. Я один такой был. Скромный. Меня. Кстати. Они не очень как бы так. Любили. Любили. Мягко говоря. Потому что я. 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 Зарекся. Я не пить не буду. Я не пью. Ничего. А там. А кто мы такие чтобы не пить? Там. Там. Пили. Очень так. Ну. Пили и футбол играли. Там. То есть. При Лобановском можно было выпивать? Ну. Ну. Там. Да. Ну. Не. Нельзя было. Не. При Лобановском. Там. Ну. Там. Жили. То есть. Сборная СССР жива. Юношеская. Так. Практически. Вся. Которая. Ребята. 70-й год. 69-й. 68-й. Практически. Сборная СССР. Дубль у нас был в Киеве. Там нужно. Он мог бы заявиться быть командой. 17-й в чемпионате СССР играть. И мы. Боролись бы там за. Середину таблицы. Однозначно. Вот. И. Он. Немножко. Нарушил. И. Не пришел на тренировку. Его. В. Часть. Отправил. Лобановский. Говорит. Сапоги. В. Часть. И. Он там. Сидел в части. Где-то. Наверное. Месяц. Вот. Да. А. Ну. Вообще. И. все было там. И. Танки. Танки. Когда было. Напивались. Некоторые. Стена. Бутылки летели в стену. Танки едут. Белочка была. У. Игроков в сборной. Да. Было. Было. Танки едут. Бросали. Ничего себе. Это знаменитый российский. Советский. Коммунитический слоган. Не запьешь. Не заиграешь. Красиво. Красиво. А что еще танки. А еще что. Это удивительно. Ну. Были танки. Были. Например. Был случай. Когда. Телефонная будка. Раньше телефоны были. Да. И. Один футболист. Читаю. Ему показалось. И. Он как дал кулаком. В телефонную будку. Стекло насквозь. Вены все. Вскрыты. Тейп. Быстро там. Ну. Хорошо там. Врач. Быстро приехал. Скорую помощь. Вернее. Вызвались. Вообще. Ну. Были такие случаи. Когда ребята. Некоторые. Ну. Много употребляли. И. Мне повезло. Потому что я. Как то не знаю. Я себе дал. Такой. Зарок. Или как сказать. Такой. Что не буду пить. До определенного возраста. И. Какого. Ну. Я сказал. До 22 лет. Не буду пить. В 20. Сказали. Я. Не. Я сказал. Раньше. Но. Я где то выпил. Первый раз. До 22. Не дотянул. Раньше. Раньше. Выпил. Раньше. Где то. 21. Наверное. Да. 21. И. Мне это повезло. Потому что. Я вспоминаю. Юношеский сборный СССР. Когда. Мы. Возвращались. За границей. В основном. Там. Дутифри. И. Там. Покупали. Все. И. После. Игр. После. Турниров. Прилетали. Покупали. Садились. В автобус. Уже. Ехали. Там. В отель. Чтобы переночевать. И. Некоторые. Ребята. Брали. Водку. После. Сборов. После. И. Я. Не. Вообще. Мне. Это. Как-то. А. Такое. Было. Да. Пользуясь. Случаем. Хочу. На своем опыте. Порекомендовать. Многим молодым футболистам. Выдержать. До 20 лет. Хотя бы. Не петь. Потом отпускает. Да. Потому что. Мне так кажется. Ты закладываешь. Базу здоровья. Фундамент. Такой. Для твоего организма. Ты не начинаешь там пить 16 лет. Образно говоря. Некоторые еще раньше начнут пить. То есть. Ты. Твой организм растет. Строится до 25 лет. Наверное. Как бы. И ты. Чем позже начнешь выпивать. Тем лучше. Потому что. Потом. Будет намного легче. В дальнейшем жить. Мне так кажется. Ну. Конечно. Виктор Станович. Уникальный пример. Профессионализма. Я вот. На своем веку. Помню. Еще. Наверное. Только одного. Только Игоря Семешова. Угу. Все. Больше у нас. Не было. Таких профессионалов. Сергей Богданович. Да. Наверное. Я просто. Или нет. Богданович. Он. Когда. Сборная. Приезжал. Еще. Тоже. Таким. Молодым. Он. Говорил. Что. Ему. Нравится. Я. Уже. В Испании. был. И мы оставались. Иногда. И я. Когда. Приехал. В Испанию. Я. Ну. Я люблю. Вино. Красное. Вино. 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 Тинто. Да. Вино. 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 И Богдановичу. Тоже. Понравилось. И он любил. Собирать. Вино. Коллекционировать. И он. Привозил. Покупал. Дорогие. Вино. И складывал. Ну. Ему. Интересно. Я. Больше. По. Испанским. Вином. И ему было это интересно. Культура. Как выращивать вино. Какую. Виноделие. Все это. И он. Я не знаю. Сейчас ли он. Сейчас он немножко. По-другому. Уже. Как бы. Я знаю. Он там. Нельзя матом ругаться. У него. То есть. Такие у него. Ну. Это нормально. Как вы считаете? Ну. Я. В жизни. Например. Это плохо. Да. Когда там. Ругаются. В автобусе. Едешь. Или там. С людьми. Общаясь. Или на телевидении. Так плохо. А. В нашей работе. В тренерской. Или там. Как футболиста. Матом не может крикнуть. Как он упадет. Например. Ему там. Ударили. Ему больно. Ну. Тяжело. Не ругаться. Как в армии. Не ругаться. Матом. Или там. Есть. В спорте. Вообще невозможно. Тем более. Когда. Спорт. Коллективный. Где контакты. Где. Есть. Какие-то там. Не знаю. Обиды. Какие-то. Расстройства. Какие-то там. Там. Ты должен. Эмоции. Свои. Выплеснуть. И мат. Это. Ну. Позволяет. Доходчиво. Объяснить свою позицию. Конечно. Попроще. Группы. Не могут выйти в Лиге Чемпионов. Не клеиться. Расскажите. Как вы. Стали игроком сборной России. А не сборной Украины. Что было? Ну. Это было. Ну. Вы. Знаете. Был развал Советского Союза. Была сборная СНГ. СНГ. Сначала была. Сначала с отборочной. А больший турнир был. СССР. Да. И. Вышевец вывел сборную. Из. Очень тяжелой группы. Вывел сборную на чемпионат Европы в Швеции. Где. Было. У нас в группе была сборная Голландии. А. Германии и Шотландии. Ага. Ммм. Я. Я. Ну. Поехал. Мне. Пригласили в эту сборную. сборную снг то есть я уже был спартаке я не провел ни одной отборочной игры том отборочном этапе да когда сборная попала на чемпионате европы швеции но я попал финальную стадии и поехал и сыграл там три игры в этой стадии в группе вот и по возвращению ко мне подошел колосков и говорит я бы хотел бы чтобы ты играл в сборную россии как ты на это смотришь я смотрю на это положительно вот почему потому что до этого да даже до того как я поехал в сборную снг сборная украины проводила игры там были у меня тоже игры как бы уже развалился союз у него были товарищеские игры и ну ну я скажу честно мне не поступило предложение играть сборную украины вот может быть я выбирал бы между сборной украины и россии ну я думаю что я скорее всего бы я принял предложение играть сборной россии потому что был в спартаке я сыграл сборной снг хотя там были там были и украинцы и белорусы и грузины и русские то есть ну я принял это предложение колоскова и была первая рано на локомотиве со сборной мексики первая игра да мы выиграли вот и я счастлив что я играю за сборной россии играл вы же сыграли еще против украины первом матче вообще в истории после развала советского союза как же за ощущением выходите играть против команды в которой могли быть мы сыграли две игры за против украины в отборочном 98 год это был до вышивец тренер принял сборную мы сыграли группа украина франция андора армения исландия да и первую игру мы сыграли в киеве проверали 223 и этот знаменитый матч когда мы сыграли мы все мы францию выбирали там когда уже ну то есть нельзя было даже ничего играть но с украины сыграли 1 1 лыжника на 88 минуте этот несчастный шевченко подавал и филимонов не рассчитал немного и завалился с мячом ворота ну такое бывает то есть было две игры до меня с против сборной украины и гол забил в киеве это тоже помните мы проиграли у нас есть с лекарствующим одна общая особенность мы оба оба забивали андори причем вы касались дубль сделал это как раз перед вот этой знаменитой игрой с украины отборочный этап был очень такой тяжелый вышивец принял сборную и у него не получилось вышивается очень хороший тренер когда он был швеции когда он олимпийский чемпион сеула то есть но там не получилось на и было шесть игр 3 товарищеские 3 официальные и не было побед не положение были поражения вот и сборную принял романцев мы проиграли три игры украина исландия франция дома и романца принимать сборную 98 год у нас остаются игры очень тяжелый в армении первая игра была дима 3 0 выиграли с романцы и потом андора было две игры с андорой с францией и последний с украины то есть нам нельзя было проиграть предпоследнюю грубо франции и мы эту игру выиграли игра историческая очень такая значимая была не только плане результата для нас важного но и вообще сейчас тоже все вспоминают там спрашивают за эту игру панов там по новой не подойти был после груза ну панов это вообще история такая я панов появился сборная мы летели на не помню на какую игру ту 154 чартер и я я любил заходить самолет и идти до конца проверять там и иду смотрю возле туалета в конце там самом углу сидит какой-то в мальчик в наушниках таких больших и шапочка такая такой не помню или карпу говорю ли ники юр а чё этот механик с нами лики чё это он спит-то механик раньше же собирали чартеры брали механиков для по самолету чтобы он в чартере проверял на наушники такие большие что это за механик ты чё это футболисты какой футболист для меня механик и потом его карьера пошла очень хорошо и он конечно сотворил просто у меня был отрезок и игровой карьеры очень такой молодец и то что он во франции сотворил просто чудо-чудо на и вот это мы игру эту вытащили то есть и нам оставалось игра полный стадион во франции тоже был пол на 80 пришло вообще и там такие футболисты играли просто и дешамп и блан и десаи мартес там вообще ну все бригада да аналька то есть и игра с украиной дома лыжники полный стадион ведем карпин забил тоже 1 0 и в конце то то вот ну бывает такой там смерти нарушает правилам там на наборах да вот и не рассчитал немножко он принял я думаю два решения ловить и ему надо было просто перевести наверное мяч и все он хотел и поймать его последние минуты и ловишь вроде если на голову переводишь его главу есть у соперника он принял два решения на саш лимон и завалился с мячом и мы не попали ну и к сожалению не к сожалению наверное но может сожалению и украина тоже не попал они играли там кажется и франции украины играли квалификацию со словении да и украина по середину поля но вспомните чтобы вы приходите в раздевалку ну понятно гробовая тишина потому что тут стадионе было так и гробовая тишина да ну все молчали все филимонов было потеряны никто ничего не мог сказать вот потом он извинился прошло время стал вышел центр да простите извинился ну и и все как бы тут уже этот этап прошел более как как обычно надо все быстро анализировать и идти готовится к следующей игре вот потому что все это быстро проходит и есть шанс всегда исправиться футболе это следующая игра никто не пихал никто на смысл там пихать говорить и все без слов все было понятно всем понятно всем стотысячник который уже на лужниках был и болельщики которые смотрели эту игру потому что после франции например там в москве нечто творилось вообще там отверска я была забита там люди выходили на просто радовались этой победе была радость такая огромная все страны и тут сожалению но это футбол это надо как говорится уже эта история и надо это все было очень обидно было очень обидно было все близко вашей биографии была еще и подпись письме да это это такая ну я всегда говорю мне все спрашивают о чем ты сожалеешь этой жизни не о чем не сожалею кроме от того от того поступка что мы сделали все вместе подписали это письмо и это но нельзя идти против человека против тренера который это ты потом уже анализируешь думаешь а тогда что вам двигалась сейчас вы понимаете все говорят о том что это такое что мы горький пас но это да это это я считаю это люди извне которые политики которые вокруг футбола были они подговорили некоторых наших ведущих футболистов вот которые были тогда в сборной а кто там был игорь михалов застрельщиков до киржа лимов обратились он потом ко мне обратился потому что в то время но спартаковца была сборная очень много естественно я помню я как сейчас вот новогорске приезжаю на сборы шалимов подходит или пойдем надо поговорить мы идем в комнату там кажется колывана сидел или добровольский или я не двоем не помню шалимов и таки так надо вот понимаешь это сама начинает объяснять но я и так послушаю я донесу до спартаковцев а у нас там было 14 футболистов спартака сборной практически костяк хотя в той сборной были такие футболисты добровольский кончельских киряков колыванов шалимов ну там кульков иностранцы уже стран с там 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 в этой сборной половиной на иностранцев было и половина спартаковцев можно так сказать вот и я донес до ребят ну как бы шалимов капитан тогда то есть больно он да не доносит и мы все вместе это там было письмо 14 кто-то не подписал вот и все это произошло в греции на последней игре когда мы мы отборочные игроки про прошли вообще на ура просто у нас было ну так команда была мечты наверное мы так играли здорово и перед последней игрой нам эту команду разрушили извне взяли разрушил вот что значит изменим политики некоторые которые хотели зайти снять садырина управлять федерацией и быть главным тренером поставить своего главного тренера хотели убрать садырина который человек который вывел команду и который не виноват ни в чем то есть его сделать крайне что он там виноват что нам форму не дают что премиальных нет что еще чего-то не что там смешно да когда еще сочин ты или нет что там это это когда подождите вы подписываете но мы подписали да и потом проходит время и опять же таки футбольный бог все видит наверное и борис петрович игнатьев звонит моей жене натали и с ней разговаривают но у них там диалог короче он короче уговорил ее она меня и я говорил всех спартаковцев то есть вас уже ваша жена она стала причиной того что вы все вернулись за ничего сюда все вернулись все но как тоже нужно вспомнить разгар жена теперь получается он краеугольный вообще в истории а ведь ну ты чего да 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 ну а думайся да я просто анализирую многие вещи и моя жена не только она была например ну от нее сходило много когда я ехал спартак играть потому что у меня тесть звяенцев виктор александр знаменитый футболист призер олимпиады динамо киев шахтер таврия симферополь но но он играл и он мой тесть и он немножко по-другому думал тоже как бы сначала то есть он не был не чтоб я остался в шахтере или спартак уехал он ну у него не было такого точного а жена сразу сказал спартак все поехали партак и все ну и поехали вот и она многие вещи но по-другому она думает оценивает это правильно потому что я люблю слушать как говорится ты слушай мнение принимай решение сам это вот такой но для меня и то что она говорила в жизни да но практически все но и я не жалею что-то она уговорила меня потом мы там пытались как например там тот же валерий георгиевич тоже там ну я его уговаривал интервью такое сделать чтобы не было такого но мягкое интервью почему он возвращается на мостовой вернулся да да ребята например тот же колыванов шалимов кончельский скиряков добровольский они не вернулись из-за такой солидарности может быть но я считаю что они пострадали в плане того что они не попали своей жизни не на 11 от мира то есть у них был шанс и и они не виноваты и мы не виноваты и мы поехали в америку на чемпионат мира вот то есть благодаря тому что произошел такой разговор мы и за жены чуждо а как у вас к смону в то время как складывался отношения с теми ребятам которые не поехали они распочитали предатель или там или нет я всегда я я со всеми общался и и потом потом же в 96 году они приезжали сборную играли но отборочные игры мы также прошли великолепно все все ребята вернулись играли романцев тренер был отборочные перед чемпионатом европы в англии мы великолепно все провели мы общались и сейчас я общаюсь со многими общаюсь и никакой обиды это футбол и нельзя обманывать футбол нельзя отказываться от футбола ради ну каких-то непонятных вещей да вот по большому счету но чтобы мы чего бы мы добились бы сборная серого поехала на весь мы без вас но без нас да они мы поехали там других бы ребят взяли вторую сбору они все равно поехали ну а что а чтобы я выиграл как футболист например я бы ничего не выиграл но мы понимаем наталья вам говорит спартак вы едете спартак там 1 расскажите проект классическую историю олег иванович клубы дыма комната это также был у вас приезжает донецк покровский такой вот олег иванович его посылает на переговоры он приезжает но он как представитель клуба представитель старости мы поговорили тогда еще другие приезжали представители но я вот сейчас помню приезжали из ташкента из пахтакора там тарханов был тренером вы возили мне такую коробку с фруктами заманивали фрук поехали я за вы заедут я он проводит переговоры со мной с натальей олег олег иванович позвонил мне лично мы поговорили все удали добро собрались и поехали приезжаем на курский вокзал тут недалеко как сейчас помню приезжает машина встречает volvo старости на когда это было очень круто посадили в машину привезли в клуб volvo старости на бал основу его не было там уже нет клуб там старости мы подписываемся и на базу на базе мы жили год наверное спали вальтом женой там да там база это не читает там номера были в базе но не узнает про тарасов когда сейчас перестроили конечно там там уже евроремонт да там ты заходишь заходишь одна дверь и две комнаты один общий туалет один душ и две комнаты и мы жили в одной комнате женой кровать была такая небольшая и мы спали вальтом потому что она маленькая была на вальтом удобнее было спать я так на полгода наверно спали наш во второй комнате жил не помню или ананка жил ли кто-то ананка жил ему 11 да ну и а там на базе жили приезжали с детьми с детьми приезжали и жены детьми там карлина жил попозже но и многие жили женами с детьми там то есть никифоров потом приехал цимбаларь с детьми вот и потом проходит полгода и это говорю александра можно нам как-то тут что-то сделать мы спим да да ты шоу как то есть короче ананка переселили нам дали полноценную одном комната моя другая жены вот и я потом она никуда деле а его перелив другую наверх не на втором тоже или наверх перевели база это была как общая такая большая семья мы жили мы там для меня много море воспоминаний выходил там и там свадьбы справляли и свадьбы там были ну там свадьба была радченко например там просто сумасшедший банкет столовой столовой да и там просто там когда иваныч заходит иваныч иди сюда садись и он садился на следующий день тренировка или что не это свадьба была в конце сезона то есть подбирали чтобы не было игр чтобы или пауза бы было то есть такого не было нет там все это насчет этого романцев очень строго было такие моменты если приезжал кто-то или чего там был момент два футболиста приехали ну не не свежие мягко говоря и иваныч говорит так все побежали кросс и все бегут а эти двое умирать таки возможно все миллион лет прошло уже ледяхов пятницкий андрей вот и ну мы а там смысл чем было говорит кто последние двое прибегают отчисляю юшкин крошка но мы бежим короче мы понимаем и мы бы ритмом таким своим все вместе так первый круг не засчитывая медленно бежать мы второй также до 3 он такой смотрел смотрел мы все пишут все вместе бежать обо они не отстали а он такой и ушел короче мы пробежали там еще помпа тянулись в это самое и собрание собираем собрание мы сами организовали собрание все там и в этом а он думал мы против него собрали собрать против иваныч и он такой заходит дарит моя иваныч это самое мы просто поговорить мы хотели мы тебя вот позвали тоже чтобы ну объяснить тебе и тут встает пятницкий олег иваныч я беру шерства на для дехов это было но они уже все они ну такой случай был вот и конечно потом все ну иванычу это понравилось это это был первый год наш был когда мы строили команду потом поперла все там три подряд чемпионство были моменты такие но они они помогли формирование коллектива и команды эти моменты или дяхов пятниц китай раке чемпионы и европе и просто тут за андрюху мне ледяхов молодец уехал андрей его-то дорвали на части когда он мог уехать после этих всех кубок кубков был эти все квалификации то есть мог уехать но он не уехал он ну иваныч его говорил еще будет поиграй пожалуйста он остался потом еще как бы но он потом сама жарит но я не хочу ехать как бы не уехал а мог бы уехать и по-другому может быть сложилась судьба а может быть и нет тут значит единство в коллективе это очень важно ну олег иваныч любил еще собирать например семьями мы выезжали на природу там мы жарили шашлыки семьями там играли в карты то есть домино играли на базе но то есть а вот это любовь к нардам откуда вас любовь к нардам это меня научили в раменском кажется да в сатурне хуже я там увидел мне понравилось как бы мне очень привлекло это мы играли очень много в в раменском аргентинцы а пока мы на второй чай переходим и уезжаем в испании да давай сторону рюхи большой красный халат тоже один из самых популярных большого причем там очень долгая история не буду говорить это опять чайные адепты меня немножко в комментариях поддушат поэтому из провинции уйшань очень качественный и но один самых вкусных на мой на мой взгляд что происходило как испания вышла на вас и испания нет я тоже считаю что это не случайно испания потому что я когда меня вызывали за сборную ссср юношескую играть мы в испании играли и в италии его франции то есть во многих странах мира и мне почему-то вот больше все понравилось испания не знаю почему вернее ехать я я после испании когда вернулся я хочу не знаю в испании уехать играть в испании в то время многие футболисты когда приходил как бы такой возраст уже надо было уезжать да ну как бы ты свою миссию ты отыграл и и клуб был не против и отпускал футболист как бы и тут зарабатывал денег какие-то и футболисту было хорошо и клубу было хорошо и такое правило было что разно 25 26 лет уже если хорошее предложение отпускал если по футболисту нравилось если клуб устраивала и ко мне то есть уже такой возраст настал у меня я мы с женой тоже опять же с натальей приняли решение что надо уезжать и я подошел алекс ивановичу ролик на штате так как вы не против да нет конечно молодец сказал вот и но это было заранее и спартаке всегда было когда кто-то уезжал или планировали кого-то продавать они заранее за год а то и больше уже готовили на это место футболиста то есть чтобы не так не получилось что уехал а потом вакуум до вакуум и на мое место тоже рома щенка например уже тогда подходил он тренировался его как бы готовили там ну и так было практически по всем позициям пытались так вот пытались и у меня не было агента был не саулинка грёри василич который ну тогда не было такого агент он вел многие многие дела футбольные еще и падали по шахтеру донецкому я его помню он тоже ездил с нами когда в донецке был ну и он как бы приблизился он понимал что это перспективный рынок перспектива работать и он стал работать уже официально спартаке и приехали и заведа 222 президента хозяин главный акционер а другой президент и ухо не приятного и сельсо гонсалес не прям приехали в москву за мной жили неделю приезжали на базу там жарко было они на базе были я им воду даже приносил попить там они так это понравилось и он появился такой переводчик алексей касаткин такой тоже но он был переводчик он язык знал и он потом дальнейшем он стал мужем шукшиной дочке мама лидия амария мария на решивши надо я хорошо помню потому что мой бильбао вместе были лидия была алексей и я мой в ресторан ходили вместе сидели кушали тоже мы это все подписали контракт но я писал какой едете объеду ну ладно мадрид барселоны более понятно для меня было важно что-то испания но росту да но я в контракте попросил чтобы внесли пункт если это было летом я должен был уезжать зимой после окончания сезона они были в июне или вы или в августе не помню летом вот и я в контракте внес пункт пожалуйста внесите пункт если зимой да да ну да зимы появится другая команда которая за меня заплатит на 1 евро больше то я в эту команду пойду хорошо хорошо все вы все я подписал я же не 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 могу читать на испанском там английском но и все я потом когда уехал закончился сезон я уезжаю отдыхать семьей в отпуск вот и атлетика мадрид появляется ну как появляется меня приглашают туда хисус хиль ну вот меня приглашает атлетико мадрид с антич тренер а меня анти звал во въеда а он уходит в атлетико мадрид в эту паузу и он меня туда приглашает меня вместе с президентом я говорю так и так я уезжаю вот эти команды это ними от нет и не уезжаешь мужа и руках меня пункт такой есть нет нет такого пункта в итоге что произошло они этот пункт не внесли и все меня как говорится обманули все и я отдыхал я там но я не поеду никуда его что они мерят но как не поешь будут в уефа подадим на тебя ты потом ну ты подписал контракт и потом не сможешь год играть образно говоря ну я уехал играть во въеда при я знал что это шахтерский город там шахты там то что я читал а как кстати вы узнавали интернет уже не было никаких ну я узнавал через через валерий георгиевич карта он уже туда был там и он не рассказывал что скровить но ты попал конечно не шахтерский города и и мы уезжаем туда вот как сейчас помню то 5 января на мы прилетаем и я смотрю мы летим через париж летели я не полетел хорошо опять же таки женой с тещей с двумя детьми маленький весело да и сыну два года дочки 4 месяца мы прилетаем летим там океан море зеленые горы вообще природа одержу шахты где-то донецк переконной тесе донецке был прилетаем в аэропорту там встречаю там вообще прием президентом в отель селя там потом на стадионе презентация там 15 тысяч приходит полно стадион но не полно там чуть меньше на 15 еще я обалдел просят ну так такой прием такое все это вот ну и хорошо что я улетел семьей туда что все вместе и как-то она так я говорю одежду того шахты где у вас тут это все это ты что это уже за давно закрыли все эти шахты тут ничего ничего нет мы так началась карьера такая футболиста во вида а не было обиды на вида что не отпустили в атлетик нет я понял что это меня обманули но те люди которые составляли контракт даже не решать не словит скорее всего может быть алексей который читал может быть не знаю вот хотя не хочу сейчас как бы кого-то обвинить столько решить до ворошить кто это сделал пусть он он знает пусть но я не жалею все равно так сложилась судьба да может быть в тот год атлетико мандрид выиграл все и чемпионат и кубок санки чем и может быть такого шанса же не не получится играть большом клубе да и сырал в средняке испании который был там все работали выдающийся тренеры с кем я тоже работал это глыбы мирового футбола и что которые к сожалению уже не с нами уже антич тоже вы сараганес вот же табарес на врачную вы сараганес и антич ушли в мир величайший тренер табарес тренер сборной молодец еще держится тоже там до этого тоже ли и хомалия тоже на испанские то есть большие тренеры прошли через объеда и до этого еще там были тоже антич антич два раза было где-то кстати как говорится как она сложилась так и сложилось а вы помните какие-то вот ситуации которые ну вот вы можете сейчас вспомнить искать вы поэтому не стали великими про араганеса или про ну а араганес он как футболист был большой и он добился много как тренер он стал чемпионом ну то что он работал во многих командах в испании он сам из арагона сараз вот и ну он чемпион европы чемпион мира со сборной испании вы сараганес и он тренировал большие команды в испании то есть реал мадрид тренировал если мне память не изменяет но малага майорка вида сарагоса но много атлетика мадрид луис араганес тренировал то есть антич то же самое тренер который стал чемпионом испании с атлетика мадрид кубок испании выиграл тренировал ну добился результатов значимых тоже ну что такое вот вспомнить из тренировки из быта того что вот особенности до конечного ну вы сараганес все время любил кричать такой был азартного такой сервер давай 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 сервера русу на меня мне так это злилось время русу и потом ну как обычно тренер же приходит он он для него все равно это мне он не смотрит там кто ты чего ты и он такой пихает это самое и и потом мы с ним через какой-то короткий срок стали он ко мне подходит горит мы с тобой такую команду сделаешь вообще и он не научил моим вещам плане мы с ним гуляли это под вместе когда выходим с команды на прогулку любил гулять перед день игры и он не там рассказывал там за это зато за как как день должен банк положить часть а часть вложить недвижимость а лучше помещение вкладывает помещение там это кирпичи и потом сдашь вывешь это самое смотрел с этим надо поговорить она за футболистов ли давать ему там скажи ему тоже потом скажу моему как бы ну чтобы он лучше на поле двигался и чувствовал себя увереннее то есть он он был очень хороший психолог и ну он азартный был сам по себе и так у человека он был он заводил всех у него спрашивали какая ваша философия анар анар и отравы за на то есть он или побеждать побеждать и потом опять побеждать то есть всегда побеждать идти вперед и он он вообще в испании такой фигура значимая и конечно много много дал мне ну антич то же самое он когда пришел он немножко мне не доверял как каком плане тоже не доверял так с осторожкой состав с осторожностью ко мне относился немножко он он на что легионер да и он у нас много было югослава потом тоже в команде и он я обижался на на это и обижался как обижался тренировался больше играл больше сильнее вернее хорошем смысле на поле обижался я бы больше всех старался бегать больше всех там рубиться больше всех в этом плане и потом прошло время тоже и он увидел во мне поддержку и и ну антич были были выборы капитанов с античем например тоже и команда вся выбрала меня то есть это для для легионера очень но для меня это все выбрали хотя у нас там потом пришли испан из испанец один пришел оли такой футболист он пришел вернулся он сами заведа но он до этого там в других командах был я ему это не очень нравилось что иностранец капитану время был против иностранцев команде он время верю как иностранцы своих набрать ну так вот немного ну и тут русский иностранец капитан то есть и у меня с ним были даже зарубы на поле такие серьезные дрались на тренировка была на рубились играем он не раз по ноге ударит что специально ну опять ты чё делаешь и опять потом я не выдержал уже схватил повалил на поле так вот ну и пару раз ударил ну в живот и потом прибежали там разняли нас и он понял что лучше не связываться и ну сейчас мы дружим там общались это звонит но еще нужно сказать что вы союзе самый неконфликтный человек и игру земле да 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 и это все удивительно но я съезд из я стараюсь как бы если меня не трогают я не 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 пойду 7 тронут я не знаю чему я не могу контролировать вот если заделать ударят или там оскорбят например но незаслуженно плане то я бывает могу ответить серьезно очень так вы же выходили на поле тогда против абсолютно фантастических людей чемпионате испании и фигу и и зидал и роналдо довальдо и ромарио ровной и раул и ера фернандо еру друг мой мы с ним общаемся хороший кто вот сейчас вот а и кто с собой тяжелый был его симеона такое и гардиола да и по почему я поиграл поиграл центр поля круг за круг не выбирал а там в принципе мяч ходит опорно ну с наверно рональдо наверное тяжело было зидан неприятно было играть ромарио бразильца рональдо зубастик который он барселона потом реал ушел очень быстро было выносливо и делал всю игру практически против него тяжело было серу тяжело было плане стандартов мы все время толкались персоналили вместе как бы я против но вернее и рубились толкались там чуть ли симеона был такой тоже боец ну такой характер рауль был более мягкий но в как уровень футболиста очень высочайше он худенький маленький но талантливый вот вообще дима вот такой как раули до голова голова его мысль тяжело поймать ну умный футболист технично такие футболисты редкость и против таких очень тяжело играть потому что есть мысль если бы есть быть быстрый футболист ногах а есть быстрый футболист голове это разные футболисты а если это все объединить то это бомба такая которая страшная сила дима много рассказывал про противостояние марселя и парижан а у вас хихонский спортинг был такой самый страшный да эти дерби самые да вот что вспоминаете прежде всего монеты с трибун летят что-то еще в испании всегда монеты летели сюда после игры например у нас на следующий день тренировка была а на следующий день выходной то есть воскресенье игра понедельник тренировка легкая а вторник выходной и вот мы в этот понедельник кто играл легкая пробежка ты бежишь и монетки собираешь то можно собирать на бутылку пива да бросали монеты вот ну а другие тренируются кто мало играл там или кто не играл не тренируется тренировка то что касается хихона в то время в хихоне было четыре русских был ледяхов никифоров косолапов хохлов не и черешев до 4 а я один был и сюда перед игрой делали интервью приглашали и сюда фотка было чит 4 русских стоят здесь и тут я один он не стажировалась фанатская накачка агрессия вот это что только только победить до чувствовалось с первых минут на стадионе и до игры чем не ищу испания нравится это культура футбола них очень сильно развита мы говорю за испанию потому что не знаю как во франции в италии в англии там не был но я думаю там тоже неплохо но испании они живут от урок туру например на это культура это вся страна живет они перед туром обсуждают чем будет потом тур заканчивается они тур обсуждают анализируют и так как же каждый день какие-то новости какие-то там сплетни какие-то там скандалы бывают но в основном это больше информация такая для людей и народ который в испании они любят футбол приходит на футбол сейчас к сожалению пандемии они теряют очень много и и и финансов но большие эмоции люди теряют которые просто для них жизнь футбол то жизнь но вот если хихонову проигрываете что происходит болельщики жгут машины там не знаю не такого нет если проигрываем они скандируют просто на площади бывает ну то есть в центр города на площадь в поддержку в основном поддержку если выиграем они за зажигают не зажигают а делают фонтаны цвета синий синий фонтаны делать по всему городу синий красит цвет а веда синяя форма хихона красно-белая полоску такая как веда белая синяя дайну больше синяя и они делают флаги вывешивают в изо в окнах везде флаги висят астуриас и флаги команда stories это вообще если так для истории это настоящая испания это астуриас это королевство считается потому что испания она была порабощена арабами все короли испанские оттуда пошли и вот проходит 7 лет вы приходите к наталье говорите наташ на 2 владикавказ ехать она гореть ну надо так надо как-то было как можно из испании рода удивительно конечно но это тоже такая история так был у меня этап такой в жизни вернее в карьере футбольной как футболиста когда я остался без команды и не позвонил валерий георгиевич газаев или таки так вот из алания вот они хотят поезжай помоги им там они хотят хорошо хорошо я подумаю но я ждал тоже может другое будет предложение одно евро больше не туда же я даже не было потому что на осетинском языке то что то что я им я сказал свои условия они сразу на это согласились но деньги мне неважно были ждал но не знаю как то в то время же тоже бы были дерби такие спартак а ваня были дерби такие очень серьезно во времена газаева там вот и потом мне звонил там был президент такой такой сергей кременович такой вот он не звонил чуть ли не каждый день приезжай 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 вот и был этап когда я даже помню я принял решение поехать потому что меня уговорили и газаев такой надо было помочь команде помочь команде они я там был концовка сезона и но у них было тяжелое положение хотя туда съехалась очень много футболистов таких с именами чтобы тоже помочь и меня уговорили я поехал там и провел вернее проиграл два или три месяца концовку сезона то есть мы остались в примере мы первая игра кстати была у меня в раменском в раменском два года вот и я думал ну у меня больше осталось положительных моментов от того от от людей которые меня приняли там в городе имеют поддержка была потому что думаю щас приду будет там спорту и спартаковец и здесь эти средства они это люди оказались очень простые порядочные поддержка пол на стадион тоже приходил мы помогли помогли остаться и потом как бы я сказал кеременович но я уезжаю так и так мишин комплит да он понял все спасибо тебе помог все такой был этап да тоже в карьере помнишь на такой момент когда у нас была товарищеская игра против франции на стаде франц и там была такая ситуация 2002 год да 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 у меня потому что ярко так все было и до сих пор то помню георгиевич карпин да он там бегал по флангу и общем если заразил они кусали за каждый каждый момент ну геручь не уступчиво он там раз ему вставил второй раз ну соответственно стаде францам все вера десаи начали деда дам и в общем в конце концов вылилось в то что после финального свистка там в туннеле началась потасовка прям потасовка вот все эти глыбы до вера десаи там на 1 но естественно саверий за них начинает спрягаться там туда-сюда там олег иванович горит все успокоились но там уже пошла куча мало и там кому-то прилетает помнишь а там все были там и там же идут и массажисты и футболисты и журналисты то есть там зидан и было до мосту кажется мосту кажется ну так ну мы все уладили потом поехали и жены были наших кстати и мы потом после игры поехали в бар у нас французы пригласить ночной клуб и там были французы все и заданы все не мы сели пивка выпили и все пора ли друг другу руки все с тобой пришел был да 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 бы был мостовой карпин был вы жены наши были до меня не взяли на эту вечеринку извините не подожди ты ремонт или был уже тут не не таки а вы наверно улетели а вы же улетали туда сразу а мы остались ночевать потому что мы на следующий день улетали по своим там команда поэтому вы как-то себя готовили когда стали тренером цска что спартаковцы будут вас не воспринимать болельщики я я думал что будет да будет какая-то агрессия какие-то оскорбления но для меня удивительно это что столько времени прошло ни одного оскорбления со стороны спартаковцев не на улице не на стадионе никогда не был никогда я я я знаю почему это потому что я думаю ну они дают они как бы то что я тренер циск они это но им неважно и важно что я выходил в майки спартака играть и они никогда не оскорбляют а наоборот помнят тех кто одевал майку и благодарны то есть у меня во дворе живут нас в болельщиков спартака цска разный там и магазин приходишь на рынок иногда тоже они или там дпс не кассанале дарит я там спартаковец хорошо как удобно лда за друга ставят я за цска спасибо большое там там за ним а говорят они отлично болеть его то есть для меня это удивительно что нет ни оскорбления не было ни на стадионе не в жизни никогда спасибо что помнят ну самое главное что случилось работаете вы работаете готовитесь к сезону вдруг не продление контракта вы знали что это грядет я может быть чувствовал как бы я просто сейчас анализирую все и скорее всего пробку после анализа то что прошло ну вообще когда мы закончили сезон это было 17 декабря мы сыграли с ростом ростове победа все и обычно перед отпуском идет разговор роман юрьевич бабаев генеральный директор он всегда говорит мы продлеваем контракта были не продлеваем то есть ну это всегда у нас сюда контракты были такие у нас не было досрочных контрактов у нас контракты были годовые ну меня немножко тоже как бы с нами продлили с тренерами со мной с учеником сермаковичем не знаю продлили всего на полгода в августе продлили на полгода это мне тоже как под как бы я спросил у юриста финансового который приезжал на базу подписывать контракт я спросил а почему так почему на полгода все он лет ну понимаю сейчас связи с пандемией связи с тем связи с тем носим не объяснил мы только на полгода верну хорошо ну тогда уже я так думал что ну верни как я не хотел там загружать себя мыслями там тренировки пандемии то мы тренировались короткими группами там вообще тренировались по 8 часов практически на поле находились потому что она была одну тренировку провести шишечек вторую шишечек и так 4 руку было и потом последняя игра ну роман юрьевич не подходит не говорит ничего ну наверно продлить продлить будем продлевать то есть сказал бы то хотя он ничего не сказал тоже что и я уехал улетел в отпуск к семье вот и потом звонок он говорит так и так мы не продлевали не не продлеваем контракт решили не продлевать с тобой вот я говорю а виктор михалыч знает верни продлевает море до продлевает ну вот из сергей ивановичем тоже не продлеваем я ему позвонил он приезжал в клуб мы пообщались с ним вот так и так но я равно хорошо роман юрьевич в этой беседе сказал но мы хотели бы чтобы ты работал в структуре цска у нас есть проект на перспективу мы хотим открыть академии футбольной по россии и чтобы ты занимался этим хорошо роман юрьевич я по телефону не ну как бы наверное давайте я как прилечу москву приду в клуб но с вами поговорим обсудим все по телефону тем более мне тогда был такой но я но мне тяжело было позвонил я думал все нормально я семьей и такая новость немножко меня обескуражил мягко говоря вот но в то время проходит я семей пообщался тоже там спасибо что семья была со мной дети жена тоже натали поддержали меня вот и мы проанализировали все как бы ну бывает да в жизни продление не продление тренеров увольняют футболистами не продлевают контракт и надо идти дальше но это неприятный сюрприз был со стороны казалось что вот вашим тренерском штабе удивительный удивительная сплоченность до какого-то времени а потом показалось что нет что у вас как бы наоборот есть расхождение и когда сергей иванович стал на флешах там говорите что он не согласен с виктор михалович ну нет ни в прямой вот так но мы все прочитали это и потом когда мы узнали что не продление с вами сергей иванович стал очевидно что виктор михалыч есть свое видение у вас свое видение и собственно его видение победил ну там да там у нас как было у нас когда виктор михалыч был назначен главным тренером три года даже больше назад руководство нам сказала отлично мне иваныча думаю то вы михалыч сейчас придет да но вы вы говорите свое мнение вы высказываетесь по футбольным вопросам на то что касается должно быть свое мнение и это было сказано ну это нормально и им когда мы начали работать вместе да мы всегда собираемся тренерский штаб там овчинников я тогда еще не было ермакович промер макович он завел ермакович тоже виктор михалыч помощником и мы собираемся и обсуждаем виктор михалыч горит вот это это и потом он сюда слушал там говорит овчинников свое мнение горит я ермакович то есть виктор михалыч он слушает слушай то есть ну и у нас разные мнения нормально тропа по позиции там кто кого ставить как там бывает он спрашивал по тренировке может быть там это это может так поменять то есть это нормальный был разговор это рабочие моменты но никогда такого чтобы там что-то такое было у меня всегда правило было если я помощник да то я помощник у нас в договорах написано старший тренер есть потом просто тренер потом я станет вратарям для меня это все на второй план есть главный тренер а все остальные мы помощники все помощники мы должны помогать главным если ты хочешь быть главным видишь себя иди бери команду там и тренируй ты не можешь подсиживали главного тренера у меня такая всегда была когда фонды рамос когда слуцкий был когда гончаренко стал вот но были моменты например когда виктор михалыч был диск листер он да потом был момент когда он уехал белоруссию не было то есть естественно кто-то должен был управлять ну кстати тогда обалдели ну ну было так да он уехал и он подошел сказал да да он сказал уезжающих он сел и уехал все прямо с матча с раздевалки да он уехал то есть там у нее срыв был стресс я не знаю ну он что сказал я поехал все ждите я уехал я ухожу из циска он уехал да он уехал ну и был там неделю то есть естественно кому-то надо было управлять и руководство клуба приняло решение что учеников будет на это время главным тренером на динамо да на динамо да мы сырали в ничью и потом были моменты когда михалыч был на трибуне там был удален он тоже учеников был как главный тренер потом когда вот этот случай произошел когда на пресс-конференции до сказал учеников слова меня не было в то время я заболел коронавирусом и что-то произошло вот эти две недели было когда я все это прочитал в интернете какие-то моменты были и что произошло вот ну сергей иваныч сказал это на пресс-конференции там по поводу замен по полу состава там вот и когда вернулся уже после болезни и я вижу что что-то не так между ними было видно но такого прямо мы также собирались общались обсуждали тренировку обсуждали игры там всего такого прям чтобы что-то такого радикального я не замечал но было же не то все равно было видно что вот это видно эти слова которые были сказаны вот ну я думаю сергей иванович тоже не думал что так все будет что потому что как бы но для меня не знаю может за это время когда меня не было что-то произошло между ними не знаю это две недели когда меня было в конце ноябре когда я болел может что-то коренным образом и произошло но очевидно что произошло действительно вас кстати больше удивило что вечеринка уехала что он вернулся но я понимаю у тренера особенно главного бывает ситуация когда нервы не выдерживают всякое бывает и я никогда не был главным тренером да я не было в этой шкуре как говорится я но я представляю это напряжение очень сильно и надо уметь способность контролировать все это ну бывает срыв стресс вот ну он уехал он проанализировал мы общались с ним по телефону тоже я думаю он там и с руководством общался конечно и виктор михайлович и это руководство приняло решение вместе с виктором михайловичем он вернулся и работают все хорошо но без вас да ну бывает жизни вы сейчас в отпуске сейчас я в отпуске сейчас я я со спани прилетел и занимаюсь больше занимаюсь поиском работа так сказать понятно ну надеюсь что скоро вас увидим ну я хотел бы довернуться потому что я главным я я не брали интервью я готов сейчас вот тоже говорю я готов на любую работу на полете ну посмотрю смотря что какие задачи серьезные но тут много нюансов таких да есть то есть команда тот же пример тамбов да ну если это серьезно все есть почему нет можно и фоно и выехать и мне мне важно чтобы была работа связана с футболом именно потому что мне тяжело уже честно без без работают как-то все было организовано ты едешь работаешь сейчас бывает просыпайся утром нечем себя заняться что-то сейчас до пустота сейчас много сейчас приглашают на матч давай это хорошо поэтому я как бы и приехал в москву чтобы какими-то заниматься анализом на передачи приходить тоже мне это интересно а футболе говорить вот и мне приятно сегодня тоже но им нам очень приятно что на все время прийти на чай попили вспомнили вспомнили столько моментов но но нюансов по воробьев узнали много чего есть рассказать спасибо большое спасибо большое за чай и за теплый прием прямом и переносном переносном